Добрый день дорогие друзья. Я немножко расскажу вам о том, что такое ядро C3D, которое лежит в основе компас 3D, как оно развивается и какие новинки вам ждать от него. Вначале немножко истории и о том, что такое C3D Labs сегодня. Наверное, вы все и так это прекрасно знаете. В 95 году в компании Ascon было принято решение о разработке собственной системы трехмерного моделирования. И в качестве части этого проекта началась разработка геометрического ядра. Сразу же мы решили ориентироваться на собственные ресурсы, на собственные силы. И для этого была в Колумбе сформирована команда, которую возглавил Николай Николаевич Голованов, который сегодня возглавляет команду разработки геометрического ядра C3D. Спустя пять лет вышел первый компас 3D. Это была версия 5. Кто из вас работал в пятой версии компаса? Поднимите. Отлично, отлично. 5.9, да-да-да, 5.9 появились детали, а сейчас на экране 5.11 версия. После этого в течение 12 лет математическое подразделение работало только для развития компас 3D по заявкам от аналитиков компасовых, которые, собственно, у пользователей собирали требования. То есть это был такой продукт внутреннего использования. Шесть лет назад, в 2012 году, было принято решение, что наше геометрическое ядро решает наши собственные задачи, и почему бы не дать возможности другим разработчикам SAPR в России и в мире также его использовать. Таким образом, у нас появилось название C3D, только в 2012 году собственное имя обрело ядро OSCON. Появилась компания C3D Labs, дочерняя структура OSCON, цель, задача которой развивать ядро и коммерциализировать его на мировом рынке. Чтобы продукт стал продуктом, у него появилась документация на русском и английском языке, оно обросло различными сервисами, и мы начали свою работу рассказывать, показывать C3D также внешним заказчикам и с ними работать. Сегодня в C3D работает 20 сотрудников, большинство из них — это математики-программисты, очень классная высококвалифицированная команда, шесть кандидатов наук, технических, физико-математических. И сегодня у нас офисы в Москве, Коломне, и вот недавно открыли офис в Нижнем Новгороде для расширения нашей команды. И спустя шесть лет на рынке, как уже сегодня говорилось, более 30 компаний пишут свои продукты с использованием геометрического ядра C3D. Эти компании работают на данный момент в девяти странах мира. Это самые разные организации, работающие в разных отраслях. Чтобы иметь представление о том, какие продукты, кроме компаса, сегодня пишутся на этом ядре, можно посмотреть на эти скриншоты. Сегодня с использованием C3D создаются электротехнические САПР, архитектурно-строительные системы, расчетные системы, КАМ-продукты, мебельные САПР, обучные сервисы для проектирования интерьеров и многое-многое другое. Любой продукт, основой которого является точная геометрическая модель, может быть создан с использованием нашего геометрического ядра. Так что сегодня ядро компаса — это не только сам компас, а еще и десятки различных систем, разрабатываемых в разных уголках мира. Что же такое C3D, о котором иногда, может быть, излишне много говорят на просторах интернета? Сегодня наш продукт — это не только геометрическое ядро. На самом деле именно геометрическое ядро — это C3D-моделлер, который на этой схеме изображен в центре. Кроме него мы предлагаем параметрический решатель C3D-соувер, модуль обмена данными C3D-конвертер и модуль визуализации C3D-вижн. Все это вместе мы называем C3D-тулкет. Это и есть тот продукт, над которым мы работаем. Немножко подробнее о каждом из компонентов. Конечно, самый главный, самый большой продукт — это именно геометрическое ядро C3D-моделлер. Он отвечает за все, что касается построения и модификации геометрической модели, как в компасе, так и во всех остальных продуктах на его базе. Мы разрабатываем все, что касается твердотельного, поверхностного моделирования, то, чем вы пользуетесь, прямое моделирование, модуль работы с листовыми телами, гибко-штамповка — все это тоже идет от математики C3D. И вспомогательные функции — анализ столкновений, геометрические вычисления и построение плоских проекций. Это вот та зона ответственности, над которой мы работаем. Второй продукт, также очень важный, которым вы, естественно, каждый день пользуетесь, кто работает в компасе 3D, это параметрический решатель C3D-солвер. Он состоит из двух частей. 2D-часть отвечает за параметризацию 2D-чертежей и трехмерных эскизов, а трехмерная часть отвечает за построение сборок, за все те сопряжения, которыми вы активно пользуетесь, и кинематический анализ. Это все C3D-солвер. Третья часть — C3D-конвертер. Большинство функций импорта и экспорта Compass 3D созданы именно нашими математиками в этом продукте. Но я не буду перечислять форматы, вы их хорошо знаете, которые умеют читать и записывать Compass 3D. Это вот также функция C3D-тулкета. И последняя часть ядра — это модуль визуализации C3D-vision. Он не используется в компасе. Компас построен на собственной визуальной системе, которая прекрасно справляется со своими задачами и давно развивается. Этот модуль нам был нужен именно для работы с заказчиками вне ОСКОН. Этот модуль отвечает за визуализацию трехмерной модели, управление сценой, освещением, материалом и так далее. Все то, что составляет сцену, с которой вы работаете в трехмерной модели. Что еще интересного можно рассказать про C3D? Так как у нас сейчас достаточно много различных заказчиков, кто делает продукты, используя разные технологии, нам также приходится поддерживать очень много различных технологий. Наше ядро постоянно собирается для большого количества операционных систем. Это и Windows, и Linux, и Mac, Android, iOS. Специальная версия для браузерных саппорт, для работы в вебе. Мы поддерживаем множество сред разработки. Это и Microsoft Visual Studio, GCC, C-Lang и так далее. То есть в зависимости от того, что используют заказчики. И хотя мы сами используем язык программирования C++, и это основной для нас и для Компаса, и для C3D, мы также поддерживаем обертку для C-Sharp, так как это популярный язык и все больше и больше используется в разработке. И для некоторых модулей мы поддерживаем также JavaScript, для того, чтобы обеспечить работу браузерных саппор на базе C3D. Так что вот это все постоянно нам приходится поддерживать. И раз в две-три недели мы собираем новую версию ядра и выкладываем ее для разработчиков. Ну, наверное, не стоит, может быть, акцентировать на это внимание, но C3D полностью отечественное решение. В его разработке мы не используем никаких заимствованных компонентов. Вся математика, все технологии, все алгоритмы полностью разработаны нашими математиками. Ну, теперь к новинкам. Мы также, как и Компас, выпускаемся примерно раз в год. Версию ядра, хотя, как я уже говорил, обновляем мы ее каждые две недели, и разработчики получают новинки гораздо быстрее. Какие новинки появились в последней версии C3D? Над чем мы сейчас работаем? О скруглениях сегодня уже говорилось. Я, может быть, только лишь повторюсь. Это была одна из основных наших задач на эту версию, над которой очень активно мы работали в прошлом году. Огромное количество частных случаев было реализовано, было разработано, и каждый такой случай уникален. Невозможно один раз написать операцию скругления, чтобы она решила все ваши задачи. Это тот функционал, который уже вошел в Компас 3D V18. И сегодня уже говорилось об одной истории, и сейчас я хочу вам еще показать видео о том, как мы помогли пользователям Компас 3D. Не так часто это напрямую происходит. Грибной винт. Изделие имеет достаточно сложную геометрию лопастей, и стояла задача смоделировать плавный переход между лопастью и ступицей. В Компас 3D V18 эту операцию можно было сделать, но за 26 операций поверхностного моделирования. Скругление не справлялось с этой задачей, к сожалению. Эту задачу делегировали нам в математику. Наши математики начали разбираться. Был доработан функционал ядра. Вот как выглядит ядро, можете посмотреть. Соответственно, разобрались с этой проблемой, доработали операцию, и в Компас 3D V18 одна операция скругления выполняет это действие. и полностью соответствует это скругление теоретическому чертежу. Это только один пример того, что мы делаем, реагируя на запросы пользователей Компас 3D и дорабатывая геометрическое ядро C3D. Таких задач на самом деле очень-очень много решается в постоянном режиме. Спасибо. Следующая тема, о которой сегодня тоже будет много говориться, это тема производительности. Я не буду рассказывать каких-то больших подробностей о том, как это отразилось на Компасе. Расскажу лишь, над чем мы работаем. В плане производительности и скорости на ядре лежит достаточно большая нагрузка. И когда вы сообщаете нам, что Компас работает медленно, очень часто это непосредственно вина геметриста, геометрического ядра. Над чем мы сейчас работаем? Два основных направления. Мы оптимизируем алгоритмы, именно работаем с математикой, чтобы математические алгоритмы работали быстрее. И вторая тема, мы занимаемся распараллеливанием вычислений и поддержкой многопоточности. Ядро C3D поддерживает многопоточность. Мы над этим работаем уже достаточно давно, по-моему, больше пяти или шести лет ядро является многопоточным. Какие функции мы оптимизируем сейчас? Это вычисление массоцентровочных характеристик, построение плоских проекций, расчет полигонального представления, это та картинка, которую вы видите на экране, и вычисление в конвертерах. Вот некоторые из результатов, которых мы достигли в этой версии. Это модели, которые мы получаем, в том числе с конкурса АСов. Синие столбики — это C3D 2017, оранжевый — C3D 2018. Это некоторые примеры, насколько мы смогли ускорить, например, вычисление массоцентровочных характеристик или построение плоских проекций. Опять же, это частные случаи, их еще очень и очень много, и мы продолжаем работу в этом направлении, чтобы сделать C3D еще быстрее. Это все, то, что сейчас вы видите, тоже вошло в компас 3D V18. Функционал, о котором уже говорилось, реброусиление, так как за работу с листовым металлом отвечает ядро C3D, то этот функционал также был нами реализован в этом модуле. Это тоже функционал уже компас 3D V18. Есть функционал, который мы сделали, но пока в компасе он не применен. Например, функционал сгиба нелистового тела. Если по вашей реакции будет понятно, что этот функционал нужен в компас 3D, то теперь он там должен появиться гораздо быстрее, так как в ядре этот функционал уже разработан. Он позволяет, ну, по сути, это функция деформации, он позволяет гнуть любой объект, ну, практически независимо от его формы. Если интересно, это было сделано по запросам наших заказчиков в мебельной промышленности. Им нужно было гнуть фасады мебели. Оттуда пошел этот запрос. Еще один функционал, который был сделан и пока не вошел в компас, это возможность трансформации сечения при движении вдоль направляющей. То есть теперь при выполнении кинематической операции можно не только проворачивать сечение, но еще его масштабировать по каким-то законам. Тоже, если вам это нужно, обращайтесь к аналитикам компас 3D, и этот функционал может появиться в следующих версиях. Дальше. Что было сделано в параметрическом решателе? И что вы тоже можете увидеть, работая в компас графике? Была сделана работа по оптимизации драгинга. Это вот когда вы манипулируете заход точки параметрическим чертежом. Сейчас более четко решатель определяет подвижную и неподвижную части чертежа и минимизирует подвижную часть. Вы видите, слева, как было раньше, уходили в сторону части чертежа, которые вроде бы не должны двигаться. Справа все работает уже более предсказуемо. Это уже доступно в компас 3D V18. И примерно то же самое. Примерно то же самое. Слева, как было раньше, видите, пошел двигаться четырехугольник, хотя он не должен был бы двигаться. Справа все более четко. Здесь уже работает другой алгоритм до определения неподвижной части. Из Frozen мы его назвали. Он фиксирует все то, что может не шевелиться, но при этом ваши действия по-прежнему выполняются. Тоже доступно в компас 3D V18. По поводу параметрического решателя мы тоже занимались ускорениями, как и самим геометрическим ядром. Например, в случае симметрии большого числа объектов относительно линейного объекта, это вот справа картинка, в десятки раз ускорено решение параметрической задачи. В десятки раз ускорена работа со сплайнами. И в целом производительность 2D-решателя улучшилась процентов на 30. Я надеюсь, что это и вам будет заметно при работе в компас 3D с насыщенными параметрическими чертежами и 3D-эскизами. Это тоже все уже в 18-й версии доступно. Постоянно мы развиваем и наши конвертеры. Не только добавлением новых стандартов, таких как недавно появился формат JT или STEP 242. Мы актуализируем версии. Теперь компас может читать формат Parasolid версии 29. И мы сильно расширили формат версии формата JT. Раньше только 9.5 можно было читать, теперь и 8.0 и 10. То есть весь спектр этого формата. Появилась передача кривых форматов Parasolid JT. Ну и дальше достаточно много тоже доработок частных случаев. Например, контроль точности мы усилили при экспорте. Ну и там решали разные частные задачи для того, чтобы успешно компас читал и записывал модели в поддерживаемых нами форматах. Это все тоже в 18-й версии уже доступно. И немножко про планы. Это самое, наверное, интересное. Ну мы традиционно много про планы не говорим, потому что когда начинается разработка нового функционала или там решение какой-то сложной математической задачи, ну никогда не можешь быть уверен, что там неокр пройдет успешно, что все будет работать как надо, и этот функционал войдет в продукт. Тем не менее, кое-что из наших планов. Над скруглением мы не перестанем работать, наверное, никогда. И очередная новинка, над которой мы сейчас работаем, это так называемое полное скругление, или скругление трех граней. Это специальная такая фича, которая позволит достаточно быстро получать качественное скругление вот таких вот деталей, таких поверхностей. Этот функционал уже должен войти даже не в 19-ю версию компаса, а уже в ближайшее обновление 18.1. В принципе, эта функция уже практически завершена. Следующая работа, очень большая работа, которую мы сейчас начали, это моделирование так называемых поверхностей класса А. Если переводить это в термины математические, близкие к нашим обычным, мы сейчас работаем над тем, чтобы вы могли стыковать НУРП с поверхности с заданной гладкостью. Это важнейшее требование, которое идет к нам со стороны, наверное, любого производителя, кто занимается сложными поверхностями. Это авиация, автомобилестроение, какая-то, может быть, бытовая техника. И это последний функционал, который нас отделяет от того, чтобы заявить возможности поддержки поверхности класса А. Стыковка сплайнов трехмерных гладкой у нас уже есть. И вот осталось только сделать стыковку НУРПС. Это, я надеюсь, войдет в В19. И вот еще один наш такой перспективный проект, которым мы сейчас занимаемся. Это модуль ядра, который будет преобразовывать полигональные модели в граничное представление, в твердотельные модели. Зачем это нужно? Сейчас компас уже умеет читать, например, формат STL, который дает вам возможность загрузить большое количество различных моделей. И этот формат полигональный, то есть он нетвердотельный. Что дальше делать с этими моделями? Сейчас мы практически не предоставляем инструментов для работы именно с полигональной сеткой. Вы можете ее преобразовать в твердое тело, но при этом каждый треугольничек полигональной модели станет гранью, и модель станет настолько тяжелой, что работать с ней практически невозможно. Поэтому мы сейчас разрабатываем алгоритмы, которые позволяют распознавать на полигональных моделях различные простые грани, цилиндры, плоскости, сферы, торы и так далее. Это средняя картинка. И затем, получив вот эти распознанные поверхности, собираем их в твердое тело и получаем полноценную твердотельную модель. Вот два примера. Было 2000 треугольников, стало 90 граней. И эта модель обычная твердотельная. Вы можете с ней делать все, что хотите. Резать, добавлять материал, вырезать с ней что угодно. Ну или внизу. Было 11 тысяч полигонов, стало 91 грань. Это все, на наш взгляд, найдет применение, если к вам пришли модели с трехмерных сканеров, модели, которые были разработаны в каких-то других кат-системах или не кат-системах. Вы их скачали из интернета в виде полигональной модели. Вы можете получить возможность их забрать к себе в компас и дальше с ними работать. Ну и, например, модель, полученная из топологической оптимизации, тоже, в принципе, здесь может работать. Мы пока еще продолжаем работать над этим модулем. Он сейчас хорошо работает на тех моделях, которые вы видите. Он пока не очень хорошо работает на более сложных изделиях. Мы его дорабатываем, дописываем алгоритмы. И надеюсь, что в следующем году этот модуль мы представим, и он появится и в компас 3D в будущем. Ну и многое другое. Ваши запросы, которые вы пишете в команду разработки компаса, все, что касается математики, попадает к нам. И мы продолжаем над ними работать. Быстродействие, многопоточность — это обязательная тема. Мы будем продолжать ускорять работу. И одна из работ — это у нас распознавание облаков точек, который также лежит в современных трендах, что все больше и больше данных поступает с 3D-сканеров. По гибке продолжаем работать. Сгиб по криволинейным кривым скоро появится в ядре. Что касается параметрического решателя, мы сейчас начали работать над автоматическим наложением ограничений и размеров, таким интеллектуальным. И что касается конвертеров, будем расширять поддержку PMI в форматах StepGT, чтобы вы могли обмениваться всей технологической информацией с другими CAD-системами. И многое-многое другое. Наверное, мы еще сами не знаем всего, что нам предстоит разработать, чтобы поддержать выход Compass 3D V19 и дальнейших версий. Спасибо большое.